Приветствую вас. Вы знаете, вот вы говорите о том, что ваша проблема, она довольно серьезная, и это безусловно для вас является таковым. Но, позвольте немножечко вам заметить, что, во-первых, вам всего 23 года, и времени, и возможностей для построения отношений с молодыми людьми у вас очень много. Во-вторых, у вас есть явная неуверенность в себе и явное превалирование общественного мнения над своими собственными взглядами. То есть, вы говорите, что, по сути, расшифровывая то, что вы написали, можно заключить следующее. Что мне 23, у меня до сих пор никого нет, что мне делать, как так, у всех кто-то есть, а у меня нет никого. Но сами же вы, сами же вы пишете, как бы, далее по тексту, что всем своя красота, и все мы индивидуально. И вот первый момент, на который вам стоит обратить свое внимание, это, так мы все же индивидуальности в каждой, и каждый строит свою жизнь так, как может, так, как умеет, так, как у него получается, и так далее. Или все-таки мы должны в определенном возрасте обязательно, в определенное время, в определенном периоде мы должны обязательно вступать в пару и перестать быть в одиночестве. Вы определите для себя, для начала с этим. Вот как вы для себя это противоречие разрешаете? Потому что пока складывается ощущение, что это ваш один из самых главных конфликтов вообще. С одной стороны, вы хотите быть независимой и уникальной, с другой стороны, вы хотите быть, ну, такой же, как все. Я надеюсь, вы не будете с этим спорить, потому что это, к сожалению, именно так и есть. Впрочем, если вы не согласны, то тогда, боюсь, будут некоторые проблемы на пути к тому, чтобы вам что-то для себя понять. Я боюсь, что будут некоторые проблемы на пути к тому, чтобы осознать какие-то властные для вас вещи. Далее. Причина, по которой на вас никто не обращает внимания, заключается в том, что вы не можете определить для себя, какая вы женщина, что вы можете дать мужчине, что мужчина может вам дать. Вы не можете определить для себя модель женского поведения, потому что вполне вероятно, что вас никто этому не научил. Не было у вас в детстве и в юночестве, в подростковом возрасте, не было у вас носителя вот этой первичной модели поведения, которые сейчас у вас отсутствуют, и из-за которой вы, наверное, не знаете, как вести себя с парнями. И это, к сожалению, достаточно серьезная проблема. Правда, проблема, надо сказать, вполне себе решаемая. Достаточно только для начала проработать ваши детско-родительские отношения. Достаточно для начала подумать, какой бы женщины вы хотели себя видеть, какой вы видите себя, какая вы идеальна. Какая модель женского поведения является для вас наиболее приемлемой. И это для начала. Дальше. Понятно, что для одной подобной задачи маловато будет только лишь понимать, какие модели женского поведения вам нужно освоить. Мало будет найти себя в женском обе или поведении. Мало выбрать ее и мало следовать ей. Нужно еще обязательно дать мужчине то, что ему нужно. Это именно то, что заставляет мужчину испытывать влечение, тягу к женщине, ощущение себя рядом с ней именно мужчины. А для того, чтобы позволить мужчине быть таковым, вам нужно определить, а какой мужчина вам нужен рядом с собой. Какую позицию в отношениях вы хотели бы занимать? Какую позицию, по вашему мнению, должен занимать мужчина? Ответить себе на этот вопрос, и уже исходя из этого, выбирать как мужчин, так и строить свою модель опять же женского поведения. Например, если вам хочется, чтобы мужчина был ведущим в отношениях, то логично, что вам нужно представить себя как слабую. Как слабую, но издающуюся в защите женщину. И тогда мужчина, ощутив себя сильным с вами, почувствовал себя мужчиной и будет дальше, возможно, с вами сближаться. Но видите ли гемберные роли, не единственное, что влияет на отношения между мужчинами и женщинами. Вы пишите, я общаюсь и нахожусь в компании, где парни. Что это за компания, где парни? Ну вот, если можно, как-то поясните, что это за компания, где парни. О чем вы там говорите в этой компании? Какие интересы у этой компании? Что вы делаете? Как проводите насылку в компании? Это все очень важный момент. И вот почему. Люди сближаются, люди становятся ближе, не просто так. Люди сближаются потому, что у них есть что-то общее. Общие взгляды, общие интересы, общие ценности, общие виды деятельности и так далее. А теперь давайте подумаем, что у вас общего, кроме компании с этими людьми. А то, о чем вы с ними разговариваете, является тем, что интересно вам. То, о чем вы с ними разговариваете, является тем, что представляет живой интерес для вас или нет. Очень, знаете ли, интересен мне этот момент. И если нет, то вам эту компанию нужно бросать. Ничего хорошего вы не добьетесь и не увидите. Если вы общаетесь в компании для того, чтобы сблизиться с парнем, то это плохо. Нельзя людей воспринимать как средство, а не средство, а не самоусиле. Если вы с кем-то общаетесь, то вы общаетесь просто потому, что хотите этого. И все. Не более того. Поэтому этот момент тоже постарайтесь подумать. И когда мы с вами говорим о том, что нужно больше общего, нужно больше точек соприкосновения, когда мы говорим с вами об этом, мы отдельно подчеркиваем с вами, что интерес общий строится на том, что интересно и вам, и молодому человеку, мужчине. Если же вы видите, например, что какая-то вещь интересна молодому человеку, но, допустим, не интересна вам, но она лежит где-то, вот знаете, ну где-то близко к вашим интересам, где-то она лежит вот, ну так знаете, в смешных сферах с вашими интересами. Если это так, то смело можете пробовать, смело можете пытаться осваивать этот интерес, смело можете реализовывать этот интерес, смело можете делать его своим. Но только тогда и только так, чтобы этот интерес вызывал у вас действительно живое, искреннее желание что-то познавать, что-то изучать, что-то для себя новое открывать. Если подобного у вас нет, если стремление к тому, чтобы открыть что-то новое у вас тоже нет, то простите, в этом нет никакого смысла. Простите, вы опять будете общаться исключительно через силу. И как тогда вы построите отношения? С кем вы тогда построите отношения? На основе чего вы построите отношения? Вот эти вопросы вам нужно обязательно себе задать. Ну, как минимум, вам нужно на них ответить, для того, чтобы лучше понимать в себе векторы движения в сторону налаживания определенных связей с мужчинами. Теперь дальше, по поводу вашего вопроса, касающегося надежды. Вот знаете, надеяться на мужчину, или вообще надеяться на кого-либо, действительно не стоит. Если вы надеетесь, значит, простите, вы преследуете свой какой-то личный интерес. Если вы надеетесь, значит, простите, мужчина вам для чего-то нужен, лично для себя. Для чего? Вот это то, о чем вам нужно подумать. Если вы надеетесь на мужчину, что он даст вам то, в чем вы нуждаетесь, то, чего вы хотите, то, чего вам не хватает, то вы автоматически становитесь от него зависимым. И зависим от него, став в зависимость от человека, вы уже не можете быть свободным. Ага, не имея возможности быть свободным, где, как вы можете построить отношения? Какие-нибудь, не важно какие, дружеские, любовные, какие-нибудь еще. Нельзя построить отношения, будучи зависимым, зависимым от, ну, от человека, от мужчины, да. Надеюсь, вот это мы с вами хорошо поняли. И тогда, давайте попробуем. Давайте попробуем разгрузить наше с вами значение для вас, партнера. И именно, разгрузить. Какое значение мужчина для вас имеет сейчас, и почему он такое значение для вас имеет, и какое значение мужчина должен иметь для вас. Априори. А значение мужчина для вас должен иметь, простите, но совершенно другое. Вам без мужчины неплохо, с мужчиной тоже неплохо, вот так. А вы чрезмерно, чересчур в нем нуждаетесь. Отсюда и возникают беды. Отсюда и возникают проблемы. И вам необходимо разделить интерес к мужчине. На то, чего вы хотите для себя, и на то, чего вы хотите для него. Это, пожалуй, одно из самых важных моментов. Залог успешных отношений в том, чтобы стараться сделать человека счастливым, стараться давать что-то человеку, но, простите, без ущерба для себя. А если вы вступаете в отношения с мужчиной, например, с мужчиной, да, для того, чтобы что-то от него получить, для того, чтобы что-то для себя восполнить, ну, понятное дело, что у вас будут проблемы. Потому что мужчина-то, может, вам и не даст того, чего вы хотите, может, мужчина и не готов дать вам того, чего вы хотите. И если вы то, что вам нужно для себя, сможете удовлетворять самостоятельно, то и надеяться, что напрасно вы не будете. А зачем тратить время на надеяться, когда у вас и так все есть? Еще раз. Отношения, Отношения с людьми Это независимые, равноправные связи, которые подразумевают необязательность наличия человека рядом с вами. А если вы чувствуете, что он вам нужен, если вы надеетесь, значит, это желание ваше. Их нужно осознать и правильно удовлетворить. И вот тогда проблем у вас будет гораздо меньше. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!